Всем привет! Вы только посмотрите на этот шедевр! Почему скромно умалчивается, что импотенция стремительно молодеет? Сейчас после 30 уже все грустно, после 40 мужики не ликви, а все фантазируют, что за них будут биться 20-летние девушки против 40-летних женщин. Вот такой комментарий я получила на то, что большинство мужчин, выросших в СССР и в СНГ, имеют ментальность пораженца. Обратите внимание, как это у них все. Импотенция, ментальность пораженца. Сейчас вы поймете, в чем дело. Вам вообще понравится. И они пишут очень негативные комментарии в сторону женщин, особенно в сторону женщин 40+. Вы понимаете, что она уже вышла из фертильного возраста, и когда она раздевается, не то что секса не хочется, а хочется просто вызвать похоронную службу и сказать, ну прикопайте где-нибудь, скоро вонять начнет уже. Мужчина должен рвать на себе одежду и бросаться на нее с кошельком. Вот так вот. Забери деньги, дай только доступ к своему телу, пожалуйста. Но этого не происходит. Потому что ментальность пораженца и какие-то негативные комментарии. Смотрите, почему скромно умалчивается. Вот если вы посмотрите на комментарии, то ни один мужчина мужику не будет писать комментарии по поводу его внешности, а тем более по поводу его потенции и физики. Вообще не знаю. Вот, блин, эти инфокудесники уже не знают, что делать, чтобы оправдать. Ну ты старая, понимаешь, милая? Ты просто старая. Там после 23 по природе ты уже хотя бы троих должна родить. Ну вообще так вот получается. Дальше необратимые изменения. Конечно, можно там что-то продлить в эту молодость всякими разными примочками, операциями и прочим. Но это все фигня. Потому что когда ты раздеваешься, видно старое тело. И на старое тело не стоит. Это нормально. Потому что сама природа предусмотрела, что тело должно быть молодое. Потому что у молодой намного больше шансов по природе родить здоровое потомство. А ты старая, ты уже вышла из этого возраста размножения. А вы все принцев ждете. Аж на три минуты она там зарядила вот это себе оправдание наших прекрасных 40-летних богинь. И, конечно, осуждение мужчин, которые не хотят вот этой гернатофилией страдать. Девоньки, вы все профукали свою молодость, промечтали об олигархах. В лучшие-то времена в Москве было сочетание там, да, на одного олигарха тысяча таких, как вы, безденежных, принцесс нищих, золушек, вся в зале там чумазая вылезла. Сурюпинска, олигарха хочу, олигарх, а его нету. Милый, поздно, идите работайте. Ну, давайте досмотрим. Интересно. В 99% вы не увидите таких комментариев. Почему? Потому что ментальная подоплека этого, да, мужик-мужику-брат. И у каждого может быть такое. Поэтому те... По поводу мужик-мужику-брату. У каждого может быть такое. Такое-то что? Ну, геронтофилов? Геронтофилов-то немного. Мало просто, но от природы. Ну, не все, геронтофилов, я не могу. Вот как им надо продавить вот эту тему. Вот нас, старух, давайте тоже обеспечивайте. Мы даже молодух не обеспечиваем. Не то что старух. Идите работайте, бабушки. Тема импотенции, она не... Импотенция. Импотенция. Ты должен кидаться на старуху. Всех, значит, всех, как в анекдоте. Муссируется среди братьев сильного пола. Вы посмотрите на это зафильтрованное лицо. Она злая. Где деньги? Вы понимаете, вот эта штука, ну, не продается. Товар был уже. Все там. Осетрина второй свежности. Милая. Ну, все. Ну, чем ты думала-то, милая? Раньше надо было думать-то, шустрить. Да ты и шустрила просто на старость сытную. Не заработала и решила, сейчас я и здесь тоже давай. Я же там бугиня. У меня энергии скопились. Но что-то спроса нет. И даже если на эту тему говорят мужчины-медики, посмотрите, насколько аккуратно... Они еще и медиков сюда заплясовали вообще прекрасно. Они об этом говорят, да, чтобы не обидеть никого, не задеть ничьё. Ну, давай быстрее. Чтобы прям вот никто из мужчин не заплакал, не зарыдал, да, из-за того, что... Из-за того, что на старуху не стоит. Не стоит на старуху. Он бесцельно прожил свои годы и даже не удосужился сходить на медицинский осмотр вовремя. Вообще, как они интересно своё старение подменяют в этот медицинский осмотр. Ну, открываю Америку, господи. Вот просто открываю Америку вообще вот. Для детей вот эти вот-вот-вот такое вот-вот. Ну, если на молодую стоит, а на старуху не стоит, дело не в импотенции, как бы. Дело в молодухе и в старухе. Я не могу. Всё, ребята, счастливо вам. Пока-пока.